Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская, новое планетарное телевидение М-студия Марии Карпинской. И сегодня я себя не показываю, но показываю картину, которая олицетворяет и тему нашей передачи. Просто у меня многие люди спрашивают о том, что говорят, что такое случилось? Почему вдруг перестали работать многие молитвы, мантры, и все помогает только один раз, а во второй раз ничего уже не помогает? Что же такое случилось на самом деле, вот буквально не так уж давно? В пространстве же что-то происходит, и люди должны чувствовать, что там происходит. Вот и я просто хочу сказать, что произошла смена очередная. Вот когда там о переходе 25 лет говорят, это я не знаю. А вот то, что происходят какие-то смены в воздушном пространстве и в человеческом социуме, это точно. И я хочу сказать, что эра или эпоха, или время, время толерантности, время гуманизма закончилось. И вместо него пришло другое время, время силы, время вот этой энергии, время силы, которая является возмездием. Ну и давайте вот рассмотрим сами, вот 90-какие-то годы, там когда разваливался Советский Союз, в то время еще все люди, Запада, Америки, и мы тоже, мы смотрели друг на друга как. Мы друг друга видели в воображаемом свете. Вот там кто-то из Америки, значит, для нас был волшебником в голубом вертолете, для многих, для многих. Из Европы тоже нам люди казались, вот они такие там помощники, а им казались мы тоже какими-то, которым нужно было оказывать помощь. Они считали, что мы какие-то особенные такие, вот мы несем что-то необычное. Я помню 90-е годы, когда началось время гуманитарной помощи. И в это время я как раз тоже, ведь работала, у меня была организация, благотворительная организация «Школа звезд для одаренных детей». И в это время очень много помощи гуманитарной поступало из Америки, в форме еды, одежды, всего, нам все давали. И много давалось гуманитарной помощи из Европы, вот в частности из Германии, из всех стран. Потому что к нам относились очень толерантно. Это было время гуманизма, и председатель, секретарь ООН, и ЮНЕСКО, и все вот эти организации гуманитарные, армия спасения в Америке, все они хотели помочь. И только же произошла вот эта империя зла, так называемая, как они считали, развалилась. И, значит, людям нужна была помощь. И все шли нам навстречу, это правда, так и было. К нам относились очень гуманистично. И потом на разных должностях, вот папа Иоанн, по-моему, Павел II, да, это был очень гуманистичный человек. И он проповедовал гуманизм тоже, ненасилие и любовь. В то время, там, в 89-м году, я написала ему письмо, это письмо было передано. Представьте, то есть папа Римский сам его прочитал, ответил мне благословением. Сейчас такое просто невозможно. В России в это время был в православии, как же его господи, Алексий. Это тоже был человек совсем другого склада души, чем сейчас Кирилл. Это был человек тоже ненасилия, доброты, ну, такой мягкости, всепрощения. И в политике, если взять людей по всему миру, и в частности, в нас, в России. Начнем вот с Горбачева. Значит, я прямо могу сказать, что вот я была знакома с Алексеем Ивановичем Алексеем, подождите, Никитичем, не помню, а Джубеем Алексеем. Это тесть Рады Никитичной. И я знала много о Хрущеве. Хрущев вообще был романтик, по-детски романтик, такой ребенок. Вот, и тут его обвинять даже ни в чем не надо. Потом вот, когда пришел на его Горбачев Михаил Сергеевич, это тоже был человек очень такой мягкий, добрый. То, что сейчас в чем-то обвиняют всех, что они воры, это все ерунда, понимаете? Вот я знаю, что вот Лен Вячеславович Карпинский, мой родственник, да, общался и дружил с Горбачевым. И они были такие простые, сейчас таких людей уже нет. Там они встречались в Париже где-то, и вот то, что Горбачев рассказал, что он помнит, что как они бегали босиком под дождем по улицам. Это он и был, как это сказать, не президент тогда, но, в общем, возглавлял страну. Ельцин уже был еще немножечко другим человеком, который любил выпить изрядничий. Вообще такой буйный, уже более природный, да? И тоже, конечно, это еще был другой человек, другого склада. Это был человек не игры. Это все были люди, они жили, понимаете? Никто из них не играл, ни у кого тогда еще не работал таком, как сейчас вот работает во всем мире. Там я уже говорила, что различные организации, религиозные всякие, которые к нам пришли, вот католики, бесплатно водили в Польшу, кормили, поили к Чинстаховской Божьей Матери. То есть это было другое абсолютно время. И в этом времени нас любили, к нам относились мягко, хорошо. В нас видели какое-то спасение в России. Нас видели, что мы откроем какой-то духовный путь миру, потому что предсказатели об этом говорили. Вот, потом в Америке пришел Обама. Понимаете, Обама, вот, это была моя, кстати, мечта, чтобы Америку когда-нибудь возглавил Некр. Это был человек-гуманист. Это был человек-социалист. И время еще со временем все будет оценено, кто был кто. Вот такой, знаете, простой жвачку жующий интеллигент по-своему. Но при этом природный и простой. Вот такой, как песня. То есть никакой игры, никаких вот этих каких-то там разных духов через него не ходило. Это был просто вот обычный человек. Если взять наше все, там, правительство раньше, возглавляющие партии всякие там, Зюганова, Явлинского. Это тоже люди были такие, как это сказать, не игроки. Они не играли. Они просто вот верили в какие-то идеалы у каждого были или не были, неважно. И вдруг, и вот этот гуманизм, он закончился со сменой руководителей. Ельцин. Вы знаете, вот Ельцин на самом деле тоже был гуманист. Он такой топорной работой, как скульптура топорная. Знаете, вот сделанная там этим каким-нибудь, вот кто Петра Первого делал. Но это был человек тоже простой. И я помню, что какие-то годы, не помню даже, я пришла к Белому дому и совершенно неожиданно и нечаянно туда прошла. То есть тогда еще время было такое, там еще собирались вот какие-то люди, палатки были, что-то такое происходило. И я помню, что связи были, у меня много связей. Я подошла к Белому дому, у Белого дома стояла женщина на коленях, и в руках она держала портрет своего сына и, значит, рыдала о том, что она хочет. Вот ее сына незаконно посадили. Вот, и я сказала, послушайте, у меня есть коллеги адвокатов, есть хороший адвокат, я помогу вам. В это время люди начали возмущаться и кричать, вот, значит, с улицы кто-то помогает, а в Думе, значит, то есть, а в Белом доме вообще нет реакции никакой. И в это время вышел один человек, Рутенов, по-моему, фамилия, представляете, много времени прошло, я уже забыла. И он подошел ко мне, видя ситуацию, это тоже интеллигентнейший человек, он подошел ко мне вот так, за плечо меня немножко взял и говорит, а что вы тут возмущаетесь, разойдитесь. Мне он потом сказал, что ты тут революцию поднимаешь. Вот, она у нас работает. Вот, я сначала плечо так выбила, как это работает, а потом вдруг, блин, так мне же нужно к Ельцину. Мне нужно было действительно к Ельцину, это был 90-й, по-моему, год. И, или 91-й, ну, неважно, я забыла эти годы. И, значит, он меня провел туда, в Белый дом, и я говорю, тебе чего надо? Я говорю, мне надо к Ельцину. Я даже не объяснила, зачем, просто надо. Разве возможно такое сейчас? Да никогда в жизни. Потому что эти люди уже совсем другие. И тогда он мне говорит, Ельцина нет, а вот тогда был Александр Рутской. А вот к Рутскому, заму Ельцина, готова пойти? Я говорю, конечно. И так я прошла, решила там один очень важный вопрос. То есть вот было такое время, когда возможен был контакт. И люди еще не поделены были на касты, там этот выше, этот ниже. То есть это было время великих возможностей и гуманизма, и толерантности. И как бы все люди равны, и все люди понимали, что они люди. Не было еще такого, как сейчас, что мы не понимаем, с кем мы общаемся. То ли это человек, то ли это кто-то другой. Вот. И почему это время ушло? И поэтому пришло время силы, как там сказал Оксиковский. Проповедуют лохматые в бороде, а судят бритые. То есть вот это время, вот знаете, вот этого серпа. Вот этого серпа и вот этого костра. И поэтому, когда наступает время силы, здесь вступают в борьбу очень мощные силы. Когда дерутся динозавры маленьким зверям, лучше уйти с дороги. Вот надо это понимать. И сейчас уже нет той жизни, которая была раньше. Сейчас есть только игровые ситуации. И игра кровавая. Кто кого подомнет. Вот Путин играет с Трампом и так далее. Трамп с этим. И Трамп очень силовой тоже человек. Очень сильный. Это все люди силы. Они поступают совсем по-другому. Естественно, когда на смену гуманисту Обаме, социалисту Горбачеву, вот этому Добричку, приходят такие люди, которые являют собой некую силу. Неважно, какую мы не говорим, какой знак. То тут уже сменяется целиком все пространство. Вы же понимаете, что пространство сменилось сейчас в связи со всем этим. И поэтому вступили в силу другие законы. Знаете, как колесо повернулось. Вот это. И все. И то, что было раньше, его уже нет. Есть другие законы. И в этих других законах нужно учиться жить. Естественно, что если отвергнуты, так скажем, определенные вещи, духовные, глубокие, и пространство как простыню сменили, знаете, декорации сменили, сцена другая, то на этой сцене уже действует по-другому надо. И порой вы правы. То, что вот пишут люди, молитвы могут не помогать. И надо искать каждый раз новый путь. Потому что здесь сила на силу идет. Понимаете? Сила на силу насилия. Дело может прийти к войне или еще к чему-то, не важно. Но сила идет на силу. И вот в связи с тем, что кончилась эпоха гуманизма, толерантности, и наступила эпоха силы, серпа вот этого, костра вот этого условного, да, ну, суда, так скажем. Стать, говорят, суд идет. Это не простой суд. Поверьте, все идет под неким руководством, законом Вселенной. И поэтому те, кто поняли это, в этот момент нужно соблюдать правила. Не стой под стрелой, не виси под грузом. Не лезь туда, куда не надо. Если ты хочешь сохранить себя и сохранить то, что ты наработал, сделай продолжить свою деятельность. Вот с вами была Мария Карпинская. Ставьте лайки, распространяйте мое видео. Я говорю вам только о том, что есть сегодня и что я чувствую. Я просто это знаю. Вот может кто-то меня спорит и скажет, что это не так, что совсем другое время. Но я просто это чувствую. Пишите, если думаете по-другому. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok